всем доброго времени суток у нас сегодня кабачки с фаршем и рисом запеченные в духовке для приготовления этого блюда я беру три или четыре молодых кабачка вот таких небольших размеров я их буду на кружочке делить с тем чтобы были удобные порционно и хорошо запетлись в духовке я уже перекрутила вы видите где-то 800 граммов мяса и одну большую луковицу и отварила полстакана риса до полуготовности все это поместила в емкость для перемешивания мне также потребуются сливки граммов 100 200 10 процентные я беру сметана беру 100 граммов сметаны потому что у меня 200 граммов сливок сумме это должно составить 300 миллилитров чтобы вы ориентировались можно взять только сметану или только сливки добавить нужно будет ориентировочно 100 150 миллилитров воды пол чайной ложки паприки перец горько душистый и соль это мы кладем по вкусу вот такой небольшой пучок укропа и петрушки можно брать какую-то другую зелень это тоже на ваш вкус столовая ложка потребуется томатной пасты чеснока два-три зубчика зависит от размера от вашего вкуса я беру три у меня небольшой молодой свежий чеснок и ориентировочно где-то 100 граммов твердого сыра измельчаю зелень немного зелени я вот отложила с тем чтобы потом сверху блюдо украшать и на чесночницу продавила вот таким вот образом чеснок все это я теперь добавляю к общей массе фарша сюда помещаю зелень все пол чайной ложки паприки сладкой по вкусу я сначала немного помещу а потом буду добавлять перца горько душистого молотого и по вкусу мы добавим соль тоже в процессе я буду смотреть нужно будет подсолить или нет рис я подсаливала во время варки и теперь все это необходимо будет перемешать фарш готов приступаем к нарезанию кабачков вот такими кружочками по размеру где-то 5-7 миллиметров нарезаю это необходимо для того чтобы они хорошо пропеклись и быстрее пропеклись и теперь можно уже формировать само блюдо для запекания вот таким образом берем кружочек на него кладем мясо и и выкладываем на противень поближе друг другу с тем чтобы они как бы слегка прилипли друг другу беру еще кружочек и беру еще мясо выкладываю кладу на противень и таким образом формируем колбаски дальше вот получается таким образом первая колбаска готова получились вот такие 4 колбаски я уже как-то делала подобное блюдо использовала тогда кабачки и баклажаны через один тоже было очень вкусно но кабачки конечно тушатся гораздо быстрее поэтому в раз решила сделать только из кабачков начинаю готовить заливку к сметане я добавляю сливки выливаю добавляю столовую ложку томата немного горько душистого перца и соли соль и перец буду потом пробовать на вкус все это необходимо перемешать теперь и теперь сюда доливаю воду доливаю пока 100 миллилитров духовку в это время я поставила разогревать до 190 градусов и начинаю заливочкой вот так вот поливать подготовленные колбаски для запекания вот таким вот образом всю эту заливочку я сюда распределю готово блюдо для запекания теперь сверху я накрою фольгой можно фольгу и не накрывать ну просто она тогда больше зажарится отправляю в духовку ориентировочно на 1 час при необходимости огонь уменьшу но это буду уже смотреть по ходу прошло 55 минут достаем снимаем уже практически готова и остается нам еще один штрих сделать это сверху вот так вот поместить натертый сыр я натирала на средней тёрочке чтоб не был сильно крупный в принципе здесь я думаю это не принципиально и отправляю еще минут на 10-15 в духовку как только сыр расплавится в принципе можно будет вынимать запеканка простояла в духовке 1 час 15 минут я ее достала на достаточно уже подрумянилась сильно не подрумяниваю кабачки мягенькие мы видим поэтому можно уже кушать и сверху я вот так вот притрушу слегка зеленью хотя можно и каждому просто в тарелку каждый раз чтоб не нарезать сделаю это сразу время пробовать на этом мы с вами прощаемся до новых встреч на нашем канале пока пока